привет друзья приветствую вас на своем канале хочу снять серию видео и поделиться с вами об изготовлении кораблика для завоза прикормки изготовленного своими руками ну хочу коротко поделиться о видео которых будут выходить значит первое видео это будем изготавливать кораблик по чертежу которые тоже выложу под видео будем делать его из картона после чего как у нас будет готов сам корабль из картона вторым видео я хочу снять о том как этот из этого кораблика превратить его более жесткую конструкцию а именно будем его обмазывать эпоксидной смолой вместе со стеклотканью третье видео будет от об электронике которые можно будет приобрести на алиэкспресс незадорого которое можно может можно будет управлять полностью кораблем это двигатель это пульт это аккумулятор и все что нам необходимо будет тоже отснято и показано четвертое видео будем монтировать автоматику на корабль и делать пятое видео именно о тесте кораблика на воде итак поехали итак первым делом распечатаем на бумаге а4 можно просто на простой бумаге а4 распечатать даже на одном листе эскиз или чертеж как можно назвать который будет под видео и попробовать вырезать по контурам сейчас я все подробно покажу как это делал я и склеить сам кораблик файл который я выложу под видео именно чертежа будет выполнен в компас 14 который вы можете делать любой размер кораблика который вам нужен будет увеличивать уменьшать но я делал вот как видите на 6 листах бумаги это я думаю самые нормальные по размерам кораблик можете сделать конечно больше дело конечно ваши ну и так нам понадобится ножницы клей пва картон желательно плотный можете купить плотный не плотный чтоб у вас был на разминку обыкновенные листы а4 линеечка и клей карандаш далее распечатанные листы на а4 картона я вырезал по контуру вот как мы видим полностью все листы у меня выполнены вырезаны по контуру теперь берем среднюю часть кораблика полностью вот как видите центральную часть изгибаем по центру полностью всю часть вот так вот у нас выглядит задняя часть корабля кораблика нашего ну и вот как мы видим вот одна из частей корабля именно днища мы согнули края загинаем и приклеиваем задний борт корабля вот как показано на картинке затем приклеиваем боковые борта вот как вы видите что у нас получается вот так вот она выглядит с другого ракурса ну и также повторяем со следующими частями вот загнули мы центральную часть сейчас мы тоже загнем борта и так приклеиваем тоже боковые борта центральной части вот так вот у нас две части вместе выглядят и и так склеиваем и все вот такими вот кусочками две части с одной стороны до центра и с другой стороны тоже до центра верхняя и нижняя часть и вот так должны получиться у вас склеены обе части уже что-то начинает у нас вырисовываться ну и так переходим к носику корабля тоже мы его согнули по центру загнули края на вид он у нас получился немного уже чем сам кораблик ну дальше вы посмотрите как мы его будем расширять и чтобы у нас получился и так приклеиваем бортики к нашему носовой к нашей носовой части корабля вот так вот как видите на рисунке вот так вот она у нас получилось смотрите насколько она уже и начинаем мы его теперь стыковать с основной частью кораблика и так приклеиваем мы сперва один край показано на картинке на фотографии вот приклеили куском картона затем клеим противоположную часть вот так вот она должна получиться вот так посмотрите как она у нас получилось с боковой стороны уже что-то у нас начинает вырисовываться и так в нижней части у нас образовался вот такой вот рот но у нас хотя уже есть загнутый сам нос который самый необходимый для рассечения воды и устойчивости корабля далее мы накладываем кусочки бумаги из обыкновенной бумаги а4 с клеем аккуратно вот этот разрез который у нас то есть не разрез то есть вот это вот щель которая у нас образовалась ну вот еще одна фотография от наглядной вот клеем вот этим именно клеем и клеем пока никакой другой не применяем не пва все клеем именно карандашом ну и так смотрим вот так вот у нас получается но это еще не наш предел будем сейчас пытаться это все более красиво сделать вот так смотрим вот у нас кораблик задняя часть наша появилась но он у нас еще пока миссих липеньки нужно делать будет борта вот так вот у нас выглядит он сверху ну и так из кусочка картона вырезаем сам носик наложил кораблик на обратной стороной на карт на лист картона вырезали обвели ручкой и вырезали и получили вот такой вот далее этот носик мы приклеим на сам нос нашего кораблика вот так вот он выглядит ну и так немного я пропустил вот смотрите борта они которые у нас были выделены мы их загнули теперь носик у нас видите приклеенный который мы только что вырезали наклеим лист картона сверху на одной части так же самому сейчас наклеим там где вот я у меня рука наклеим тоже картон она как высохнет мы это все обрежем по контуру и у нас получится жесткий борт вот таким вот способом мы делали эти листы переворачиваем кораблик на лист картона обводим его вырезаем и приклеиваем ну и таким же способом приклеим вторую часть вот смотрите перекрываем полностью кораблик делая его полностью как сказать борта они же ребра жесткости вот такой вот кораблик более-менее жесткий у нас уже получается ну и так теперь склеиваем ковш для выгрузки при кормке ну и так все вот мы по вырезали от боковинки вот вторая боковинка сейчас мы это все сгибаем склеиваем вот так вот мы все это склеиваем размер им какие вам будет угодно какие у вас какая будет электроника стоять и так вот так вот она у нас пока мисс получается но это нам это не думать это не крышка на кораблике которая закрывает это у нас просто пока корпус кораблика крышку мы будем делать и совсем другого материала когда уже будем наносить все это клеем и так давайте делать дальше далее я брал вы вот смотрите начертил такие квадраты я их повырезал для того чтобы у нас получились ребра жесткости я после чего я обмазал весь кораблик клеем пва он высох эти ребра жесткости какой-то степени нам не давали повести наш кораблик так следующим этапом делаем мы нишу под лопасти мотора и как еще сказать лопастные под лопастные лопасти делаем нишу кораблики сейчас посмотрите такую делаем перегородочку сейчас мы это мы загнем и приклеим сейчас посмотрите где итак приклеили мы вот так вот так вот у нас получается ну и сразу скажу это я приклеил диаметр у меня где-то получился три сантиметра но лопастью у меня три с половиной а нужно будет значит делать под 4 я их ну на этой фотографии у меня тут по 300 и сантиметра передел я на 4 но уже нет у меня этой фотографии ладно поехали мы дальше далее на такую вырезаем фигуру заклеить боковинку вот здесь ответ видно как я ее приклеил вот видно да и так далее делаем центральный рассекатель вырезаем кусочек бумаги обыкновенный с обыкновенной бумаги а4 делаем вот такие вот прорезы как елочку чтобы можно было загнуть по контуру лодки далее клеим его по контуру лодки вот так вот видите я накладываю чтобы сделать этот рассекатель центральный их накладываете столь такое количество которое вам нужно будет но я не показал тут на этой фотографии нет здесь один или два слоя лежит но делать их побольше чтобы вы поболее побольше такой рассекатель это будет будет получше снова переходим к задней части вот так вот нарисуем контур который нам нужно будет вырезать сейчас мы его вырежем это именно та часть которых у которых в которой будет установлены наш вырезал я все это ножом канцелярским ну и вот такое у нас получилось вот так вот на первом на первый взгляд итак всю эту часть мы обклеим опять же просто бумагой клеем пва все это уже мы обклеиваем она дает более такую жесткость до следующей стадии наше нанесение смолына ну и так на этой стадии я хочу завершить съемку первой части видео о изготовлении кораблика для завоза прикормки своими руками то с 2 видео кому понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал далее будут видео так как я сказал в начале по всей по сериям об изготовлении кораблика своими руками хотелось бы еще добавить что этот кораблик выйдет намного дешевле по управляемости будет ничуть не хуже чем кораблик который куплены будет в магазине кто захочет купить он будет ну как сказать почти что в 10 раз дешевле кораблик вам обойдется и по качеству такой вы сделаете какой вы захотите еще хочу добавить помимо тех видео которые мы снимем об изготовлении кораблика будет серия видео об его усовершенствования таких как установка света сделай как сделать дешевая зарядная для аккумулятора намного дешевле даже чем купить будет готовая на алиэкспресс также будет видео о внедрю установки гироскопа который даст более крутую управляемость вашему кораблику даже ну так с такой системой гироскопом устанавливаются кораблики которые стоят порядка там 300 долларов 800 долларов даже на раза 300 в таких не установлено вот так что будет много всего интересного так подписывайтесь на канал ждите следующие видео которые будут очень скоро играли в Продолжение следует...